Вот действительно хочется поверить китайцам, которые говорят, не дай бог тебе жить в эпоху перемен. И вот в этой эпохе перемен мы с вами находимся на протяжении 22 лет. И Украина до сих пор не определилась, куда же идти. Почему? Да потому что Украиной сейчас на сегодняшний момент распоряжаются несколько клановых семей, которые воюют между собой. А страдаем в первую очередь мы. Ведь если мы с вами задумаемся, после экономического кризиса 2008 года, мы с каждым годом все время становимся бедней, а наши олигархи становятся богаче. И это будет до тех пор, пока у нас власть в стране будет принадлежать олигархам. И вот русские организации неоднократно говорили, что любая страна, которая хочет развиваться по нормальному пути, должна понимать, если нет своих ресурсов, если нет своих энергетических составляющих экономики, то, простите меня, мы должны с вами ориентироваться в первую очередь на ту сторону, которая близка нам по духу культуры, истории, экономически. В связи с которой действительно принесут, ну если не экономический рост, то во всяком случае какую-то экономическую стабильность. И где мы могли бы с вами хоть как-то планировать свою жизнь. Потому что жизнь государства в первую очередь зависит от того, насколько нормально живут семьи в этом государстве. А если отец приходит домой и не знает, сможет ли он накормить своих детей завтра, не сможет ли он их защитить, это не государство. Это резервация. И мы там, извините меня, рабы. Поэтому то, что сложилось в данный момент на Украине и сейчас, это в принципе не борьба людей, это борьба олигархических кланов, которые борются за влияние на Украине. И прекрасно понимают, что либо пойдут они на Запад, либо пойдут они в Россию, их съедят. Либо международные корпорации, либо корпорации российские, которые более богачи, весомые и так далее. Но, господа, нельзя все время находиться в невесомости, когда-то это закончится. И вот то, что мы видим сейчас, что происходит в Киеве, это, естественно, показывает нам, до какой точки, до какой черты мы с вами дошли. И вот если идут митинги, митинги идут как за власть, как против власти. Но какие составляющие этих митингов? Митинги, которые собирают оранжевые, финансируются из-за рубежа. И там финансовая поддержка очень велика. Россия прекрасно поняла о том, что партия регионов, которую раньше позиционировали как пророссийскую политическую силу, она имеет такой же вектор. Сидение на двух стульях. Но на двух стульях усидеть невозможно все время. И вот эта ситуация качнулась до такой степени, что вы видите, что уже дошло и до кровопролития. Все оранжевые финансируются Западом. Все структуры, все митинги и так далее. И денег у них гораздо больше. Партия регионов выводит людей за свои деньги. И давайте с вами подумаем. Если побеждает оранжевые, мы в любом случае проигрываем. Побеждает партия регионов, мы тоже проигрываем. Почему? Потому что господа, потратившие свои деньги, а Россия теперь денег не дает на все эти вещи, вынуждена эти деньги компенсировать. С кого эти деньги будут брать? С нас, с вами. Ну и что к хорошему приведет? Да ни к чему. До тех пор, пока власть четко не определилась, что нельзя бегать налево или направо, все, прошли те времена. Времена Кучмы прошли. И уже вы посмотрите, насколько господин Кучма обнаглел, что он уже выходит и дает свои комментарии, куда надо идти в стране. Тот человек, который 8 лет устанавливал здесь коррупционную сеть своих сторонников, своих наблюдателей. И сидел тихо, его не трогали. А теперь он вспомнил. Может быть, пора нашей власти пройтись и по его доходам? Каким образом простой директор завода стал обладателем, и его семья стала обладателями тех богатств, которые находятся у него в данный момент? Ведь это все награблено у нас. Поэтому мнение народа, если нужно спрашивать, господа, давайте проведем референдум, тогда все будет понятно. Это первое. Наша точка зрения очень проста. Евросоюз в любом случае готовит нам ермо на шею народу. Мы станем еще беднее и превратимся вообще действительно в класс рабов, бесправных, безденежных. Поэтому русские организации говорят однозначно, выгода Украины на сегодняшний момент, это в любом случае таможенный союз. Перспективы взаимоотношений государств в дальнейшем, потому что мы выступали и выступаем планомерно, мы за воссоединение русских земель Белоруссии, России и Украины. В какой форме это тоже должен решать народ. То ли это будет воссоединение в единое государство, то ли это будет союз государств. Меня бы, конечно, например, гражданину устраивал больше союз государств, потому что та конституция, которая находится у нас, о которой мы говорим, что на сегодняшний момент она лучше российской. Убрать два пункта, унитарность государства и язык, и в принципе конституция неплохо. Главное, чтобы она исполнялась. Вот за этим нужно тоже следить. Теперь далее. Вот то, что сейчас происходит, вмешательство иностранных правительств, ходоков, парламентариев во внутренние дела государства, почему-то никто не осуждает, кроме общественных и политических русских организаций. Почему никто об этом не говорит? Почему все об этом молчат? Они безостинчиво лезут на сцену, они комментируют из Европы, приезжают сюда. Россия, господа, если вы отстаиваете свои экономические, военные, стратегические направления, политика России на Украине должна иметь адекватный ответ тем вопросам, которые ставит Запад. не надо бояться. Ребята, в чем дело? Присылайте своих людей, давайте больше встречаться, давайте больше отстаивать свои интересы. Нельзя это делать или за кулисья, или ждать, пока люди это сделают. Уже прошли те времена. Я хочу сейчас свой вопрос направить президенту России, Путину Владимиру Владимировичу, что, господин президент, те господа, которые говорили вам на протяжении 2004 года и так далее, что партия регионов это та структура, которая будет договариваться или иметь какие-то взаимовыгодные взаимоотношения с Россией, это утопия. И те господа, которые вам говорили об этом, сейчас должны быть наказаны, причем в уголовном этом, потому что те деньги, которые вы тратили на поддержку этой структуры, они все пошли в никуда. Они стали мощной, сильной структурой и стали вести свою собственную политику. Поэтому те, господа, которые советовали вам поддерживать эту политическую силу, это враги, которых надо наказать достойно, чтобы другим было неповадно. Почему около 800 неправительственных фондов работают на Украине, а о том, что работает российская, мы не знаем. Если у вас нет интересов на Украине, не вопрос, скажите об этом. Но если есть, надо отстаивать более энергично. Потому что политика, это еще раз повторяет о том, как мы будем жить в дальнейшем. И на сегодняшний момент единственной структурой, которая каким-то образом должна представлять интересы, либо защищать интересы соотечественников, русских людей, живущих на Украине, являющихся гражданами этого государства, это Координационный совет российских соотечественников. Но то, что там засело, никакого отношения к отстаиванию российских интересов или к отстаиванию соотечественников не имеет. Те деньги, которые или средства вы выделяли, я не знаю, что это было, нас никогда это не волновал вопрос. Но, если это выделялось, это все, извините меня, как бы сказать, по-простому, дербанилось. Эти деньги не шли на работу организаций, либо отстаивание каких-то интересов. Хотелось бы, конечно, чтобы прокуратура занялась этим вопросом, потому что в прошлом и сейчас это делается. Вы проверьте просто-напросто, а какие акции, что проведено, что сделано, какие есть структуры, либо организации, которые выражают точку зрения большинства народов Украины, которые за то, чтобы Украина была в союзе с Россией. Этого нет. Почему? Потому что господа чиновники были уверены, народ и так выйдет на улицы, чтобы поддержать взаимоотношения с Россией, а эти деньги, которые выделяются здесь, их можно просто-напросто распилить и по откатам поотдавать. Что и было. Если это будет продолжаться, действительно, рано или поздно Россия потеряет все, что было и здесь на Украине. Да и сейчас очень многие организации говорят о том, что они уже не являются пророссийскими, они являются русскими организациями, отстаивающими интересы людей, живущих здесь. Я думаю, что стоит задуматься. Причем это мнение не мое. Я просто оглашаю мнение руководителей русских организаций, которые живут на этой земле. Но выводы делать вам. Теперь хотелось бы коснуться нашей православной церкви. Русская православная церковь на Украине не занимает никакой позиции. На сегодняшний момент большинство наших иерархов церкви, я не говорю о рядовых священниках, начиная от тех, кто является руководителями в округах, они ставят интересы свои, лишь бы продавали свечки, ритуальные услуги. Но они не выступают за то, чтобы паства поддерживала точку зрения большинства народов. Может быть, патриарху нашему пора задуматься уже об этом. Мы неоднократно говорили, что пора на Украине ввести прямое патриаршее правление. Жестче подходить тем иерархам, которые не отвечают требованиям и чаяниям веры православной, единства русской православной церкви. Потому что Филарет на своих подворьях дает возможность оранжевым устраивать свои шабаши и лагеря. Я не призываю к этому наших священников, но, может быть, пора священникам уже свое слово сказать. Потому что всегда православная вера и церковь ввела народ на борьбу за свои права, за свободу, за независимость, за веру. А у нас наши священники чаще всего, еще раз повторяю, становятся продавцами ритуальных услуг. А когда приходишь к ним с какими-то вопросами, чтобы они дали оценку, ответов на эти вопросы нет. Мы проводили сейчас траурный пикет в Севастополе который знаменовал Красный террор, в результате которого около 150 тысяч наших русских и священников, и русских православных людей было убито здесь, казнено. А потом еще около 150 тысяч во время первого голодомора на территории Советского Союза умерли здесь же. А в лагеря сколько было отсюда? Правильно. Мы пригласили сюда нашего благочинного, чтобы он пришел, отслужил панихиду в районе Поклонного креста в одном из мест, где творились эти казни. Он не ответил. Мы предлагали, если не можете прийти сами священника пригласить. И он священника не прислал. Но придя на городскую пристань, он помахал кадилам о исходе, когда 150 тысяч наших соплеменников ушли за рубеж, вынуждены были покинуть родину. Это безопасно. Так простите меня, кому ты служишь? Мамонии или вере и церкви русской? Вот это все очень волнует. И я хочу сказать одно, обращаясь сейчас в основном, в первую очередь, конечно, простым людям, здесь живущим, в Таврии и Севастополе. Мы русские люди с вами. И отстаивать свои интересы мы должны. Партия регионов должна понимать одно, что сейчас здесь поддержки они не увидят. Потому что, господа, вы много обещали, ничего не сделали. Или вы считаете, что народ это быдло и стадо, которое в любом случае пойдет, вы забыли о том, что за эти 22 года выросло поколение, которое не знает, что такое КГБ, коммунистическая партия и так далее. И, к сожалению, заболванивая им головы, какими-то мнимыми евро-льготами, люди смогут что-то получить. Они не понимают, молодежь, что они потеряют все окончательно и превратятся в рабов. Европа хлынет сюда со своими товарами ненужными. И они будут свою экономику поднимать. И мы вообще окончательно рухнем. Но почему-то им об этом объясняют слабо. Что-то говорят по российскому телевидению, но на большинстве территорий Украины российского телевидения нет. Поэтому, если вы думаете, что народ поднимется здесь, не будет этого. Они должны увидеть четкую перспективу. А этой перспективы нет. Поэтому я призываю. Первое. Партия регионов, вспомните, что за вас голосовал юг, юго-восток Украины, русские люди, которые сейчас этого делать не будут. Ресурс административный вас не спасет. Поэтому, может быть, пора повернуться лицом сюда и подумать, встретиться и пообщаться с людьми. Потому что они выводить на площади и на улице людей в защиту вашу, это однозначно не будут. Я встречаюсь со многими людьми и поверьте мне, люди ненавидят вашу партию. Это ваша политика. Также призываю Россию. Свои экономические, политические, интересы и стратегические нужно защищать более активно. Берите пример Запада. А вот эта политика двойных стандартов, она ведет в никуда. Ведет только к тому, что мы проиграем. И патриарх. Огромная просьба. Займитесь делами русской православной церкви. Обидно, как православному человеку видеть, как то, что наши отцы, деды, прадеды здесь строили, сейчас все это рушится. Если вы думаете, что оно само развесется, этого не будет. И последнее. К простым людям. Несколько десятков лет, ну, 20 лет. Никто из вас не знал, кто такой Янукович, кто такая Тимошенко. Это те люди, которые на этой волне обогатились, поднялись и пришли к власти. И если мы сейчас с вами не поймем, что наши защиты только в наших руках, в объединении, ничего хорошего не будет. Поэтому у себя на местах объединяйтесь в группы, защищайте свои интересы. Вот в Севастополе мы действительно поднимаем людей, защищаем их от заплатительных застроек, от правоохранительного беспредела, судейского беспредела. Но поймите, чем больше нас будет, тем громче будут слышать наш голос. И я забыл сказать о том, что нас спрашивали по поводу событий 30 ноября в Киеве. Мы сказали четко, если в стране проходят мирные акции, общественные, политические, которые дарованы нам Конституцией, и они не нарушают закон, то есть не нападают на милицию, на административные здания, не перекрывают дороги, то никогда, ни при каком случае нельзя применять силу против них. Это нарушение Конституции. И люди, виновные в этом, должны ответить. Господа, которые занимаются политической деятельностью и поднимают людей, если люди занимаются провокациями, а вы не можете справиться с ними, то ответственность должны нести и вы в том числе. Потому что вы выводите людей на улицы, значит вы отвечаете за то, что там происходит. А пока у нас с вами хватает тех, кто бросает камни, а господа наши с высокими мандатами находятся за спинами, тоже ничего хорошего не будет. Чубы будут только у холопов трещать, а господа будут сидеть в тепле, в еде, в сытости и в довольствии. Если мы этого хотим, давайте будем продолжать молчать. Если нет, надо что-то делать. А делать, на известный русский вопрос, делать нужно только одно. Я еще раз повторяю, в своих населенных пунктах, в своих городах, в разных районах объединяться активным людям вместе и отстаивать свои права. Почему сейчас не хватает там в Киеве большинство оппозиционеров? Потому что все-таки они из себя представляют силу. Вот это вам и должно показать. Чем сильнее будем мы, тем больше будут слышать наш голос и больше мы можем добиться. Причем законным путем, через выборы. Ищите и выявляйте в своих рядах людей, которым вы доверяете, которые являются честными, порядочными русскими людьми и выставляете их кандидатами. Возможность мы вам дадим. У нас есть политический инструмент, у нас есть с вами мажоритарка. Просто нужно вместе объединить. И поверьте мне, мы многое можем изменить, надо только верить. Спасибо. Слава Богу, что мы русские. Спасибо.